так здравствуйте любимые здравствуйте рада вас приветствовать присоединяйтесь меня зовут юлия ходарцева я психолог расстановщик присоединяйтесь вышла по отвечать на ваши вопросы минут на 30 я зашла к вам если важный день я сейчас вернусь очень важного интервью 21 числа это интервью выйдет так что рекомендую всем его посмотреть ставьте напоминание ну что могу подключать на ваши вопросы здравствуйте здравствуйте милые присоединяйтесь я с точки зрения психологии могу подчеркнуть ваши вопросы мы делали опросник сейчас я начну доставать вопросики если у вас есть какие-то дополнительные можете мне сдавать юля вы шикарно выглядите да я напомню для тех кто думает о здоровье и благополучии молодости мне 41 год через месяц мне 42 и секрет сегодня здоровья красоты и молодости это любовь к себе принятие своего внутреннего бога здоровый образ жизни кайф наслаждение и любимая деятельность вот и для тех кто спрашивает меня я вегетарианка я не пью алкоголь я не курю сигареты я регулярно занимаюсь спортом дышу медитирую и регулярно занимаюсь расстановками расстановки как раз таки такая знаете возможность соединяться с каналом это когда бог через тебя двигается вот поэтому он здесь так так вопрос как влияет женская энергия на жизнь и как ей управлять а как мужская где баланс смотрите мы так или иначе состоим из папы из мамы да то есть нас по сути сто процентов папы сто процентов мамы и с одной стороны с другой стороны мы так или иначе приходим в том или ином теле например когда я иду на свою работу я на работе имею внутреннюю женщину внутреннего мужчины мой внутренний мужчина занимается чем зарабатыванием денег достижению цели движения вперед моя внутренняя женщина занимается чем кайф наслаждением удовольствием когда у вас появляется внешний мужчина то вы оставляете своего внутреннего мужчину и живете из внутренней женщины как влияет женская энергия с точки зрения энергетических структур у нас первая чакра которая называется молотхара она дающая она мужская мужчина дает по первой чакре женщина берет вторая чакра сватхистана краски сексуальная чакра, но у женщины дающая. И здесь важно понимать, что женская энергия, по сути, она живет во второй чакре Сватхистане. Вторая чакра – это энергия наслаждения, удовольствия, кайфа. И чем больше женщина пребывает в наслаждении, в удовольствии, в кайфе, тем больше, соответственно, женщина может давать. Поэтому, девочки мои, хотите, чтобы у вас было больше энергии, больше наслаждайтесь, получайте кайф и удовольствия. Красная нить у вас для чего? Просто, чтобы была. Смотрите, я благодарю, что вы заметили. Я так скажу, она мне нужна. Такая у меня здесь есть внутренняя концепция с этой красной нитью. Не могу вам пока рассказать, как настанет время, может быть, вы об этом и узнаете. Пока вот так. Поэтому, если мы говорим про женскую энергию, женская энергия – это, по сути, равно батарейка Земли. Почему? Потому что, ну, важно помнить, что планета Земля, она тоже базовую внутреннюю женскую энергию имеет. И вот у меня сегодня там было непростое утром, у меня там какие-то внутренние переживания. Я пошла бегать в парк, просто легла на Землю и прям соединялась с этой внутренней планетой Земли. А планета Земля – это тоже женская энергия. Поэтому, знаете, вот вам, девочки, так скажу. Хотите, чтобы у вас были с партнером здоровые гармоничные отношения? Он должен приходить домой, и ему должно быть там спокойно. Если мужчина приходит домой, а вы, блин, начинаете ему выпиливать мозг, как, знаете, дятел в прошлой жизни. Если вы в прошлой жизни были дятлом, муж такой, значит, приезжает домой, а вы, как Вуди Вутекель, просто пилить ему мозг, то вы, конечно, женской энергией не наполняете ни себя, ни своего партнера. Поэтому базовая внутренняя женская сила и женская энергия – это, знаете, такое быть Землей, вот как планета Земля, прям, понимаете, такое глубинное, мощное внутреннее спокойствие, расслабление и кайф. Земля, что бы ни происходило, она продолжает функционировать, понимаете, да, о чём я говорю? Вот здесь это тоже очень важно. Вот я надеюсь, я вам сейчас даю такие лайфхаки, проходят вот в эту женскую суть, в женскую силу. И когда вы начинаете сонастраивать себя с женской энергией, у вас появляется такая, знаете, фундаментальная женская сила. Тогда не важно, кто что говорит, что бы ни происходило, оно так или иначе оставляет вас внутреннюю вот эту вот фундаментальность. Если папа деменция, как не перепутать роль дочь-отец? Ну, как бы, никак не перепутать. Папа деменция пусть занимается своим внутренним там каким-то состоянием. Если вы имеете в виду, как не делать так, чтобы не становиться на него мамкой, ну, даймитесь сидеть. Понимаете, да, чё я говорю? Сейчас, извините, тут у меня... вот. Так, идем дальше. Здравствуйте, вы осетинка Хадарцева Юлия Ахшарбековна. Как вы думаете? Ну, конечно, осетинка. Причем не по мужу, а по своему великому, величественному папе, по своему великому отцу. И у меня, и у мамы, и у мужчины одновременно пошли налево. Ну, потому что, так или иначе, в ста процентных случаях мы дети наших родителей, и мы просто повторяем сценарий наших родителей, да. Мы так или иначе по алгоритмам наших родителей и живем. Поэтому здесь это важно понимать. Привет, милая, подскажи, пожалуйста, куда посмотреть? Я чувствую, что меня не за что любить. Ну, как минимум на свою аватарку, Галина. Как минимум на свою аватарку поставлю целиком свою фотографию. Как вас могут полюбить другие, если вы сами себя не любите? А чтобы я сама себя полюбила, я должна вспомнить, что у меня глазки папы, носик папы, ротик мамы. И тогда я начинаю любить своих родителей. А дальше я понимаю, что у моих родителей это все родовое. Тогда я начинаю любить свой род. А если я смотрю дальше, я начинаю любить свои кармические воплощения. А если я смотрю дальше, я постепенно начинаю любить все живое, что есть на этой планете. Поэтому здесь это очень важно понимать. Понятно Юлия Ахшарбековна. Моя мама русская. Мой отец осетин. И я осетинка. Хадарцева Юлия Ахшарбековна. И горжусь этим. У меня даже в аккаунте написано Юлия Ахшарбековна Хадарцева. И, кстати, всем, кто не до конца принимает своего отца, всем, у кого фамилия не отца, у кого нет отчества родного генетического отца, пожалуйста, посмотрите на меня. В момент, когда я до конца, ну, опять же, здесь громко сказано, наверное, когда я, чем больше я принимаю отца, тем больше денег, известности, возможностей у меня становятся. Чем больше я горжусь своим отцом, тем больше внутренней силы у меня появляется. Чем больше я горжусь своей матерью, тем более широкой и масштабной я становлюсь. Я недавно делала вебинар выход в масштаб. Я, кстати, об этом очень подробно говорю. Если вы хотите выйти в масштаб, пожалуйста, напишите в директ, мы вышли в этот вебинар, он бесплатный, в открытом доступе. Пожалуйста, прослушайте его. И сразу всем говорю, пожалуйста, 28 сентября я вас всех жду в Крокус Сити Холле. Причем я вас в Крокусе жду не только вас, а всех ваших родственников, всех ваших близких. Берите своих родителей туда, берите своих сестер, братьев. Для тех, кто пойдет, фотографии родителей нам заранее вышлите, мы их будем показывать на экране Крокуса. Поэтому 28 сентября сами приходите и всем скажите. У меня, кстати, к вам просьба. Можете написать? Я, для тех, кто уже точно идет, я иду и вас зову. Я иду, все мои друзья идут и вас зовут. Я иду, все мои друзья идут и я вас зову тоже. Вебинар масштаб. Напишите в директ, любимый. Кому нужен вебинар про выход в масштаб, напишите в директ. Вот, я сегодня была на интервью, мне там такой вопрос задали. Почему с вами дружат эти известные звезды и личности? А я, знаете, что сказала? Я сказала, это мои внутренние трансформации, и я доросла до этого. Да, вот будете скоро смотреть это интервью, вспомните эти фразы. И важно понимать, что то, насколько вы в реальности вышли в масштаб, оно связано ровно с тем, кто вокруг вас, что вокруг вас, что вы делаете, понимаете? Юля, я иду, и мои друзья идут, и всех зову. Да, вот это вообще будет супер, если вы это выложите в сториз. Я иду, все мои друзья идут, и вас зову. И прямо ссылочку на Крокус. Юля, здравствуйте. Миполярное расстройство. Как помочь, и в чем причина? Миполярное расстройство, оно базово, однозначно, с точки зрения энергетики скажу, что любые отклонения психики – это эзотерические, магические каналы. Одна из хороших компенсаторик – заниматься эзотерикой. То есть у меня в роду есть вот эти вот психотические расстройства, поэтому я классный расстановщик. Вторая история. Что такое биполярное расстройство? Это когда правое полушарие думает – люблю, левое – ненавижу. То есть это такие базовые двойные послания. Это когда мама, например, внутренне устала и говорила ребенку – иди ко мне, а сама думает, чтобы ты вообще ко мне не шел. Это такие двойные послания. Чем больше ребенок в детстве считывал двойных посланий – люблю, ненавижу, иди сюда. И пошел нафиг. Вот эти двойные послания очень сильно расшатывают психику. То есть для того, чтобы биполярка закончилась, надо просто психику схлопнуть. То есть выйти из дуальности. Плохо – хорошо, ангел – дьявол, черное – белое. Но в базе на уровне родителей нужно схлопнуть. Смотрите сейчас, внимание. Назначьте правую руку папой, левую мамой. И схлопните. И осознайте. Вас папочка и мамочка любят одинаково. Вам больше не нужно выбирать между папой и мамой. У вас самый лучший папа и самая лучшая мама. И они вас любят одинаково. Это базовое схлопывание биполярки. Потому что биполярка – это надо выбрать, папа или мама. То есть вот эти все истории, где мама говорила, «А кого ты больше любишь, меня или папу?» Или папа говорит, «А кого ты больше любишь, меня или маму?» Вам не надо больше выбирать. Вот прямо сейчас можете сказать, «Папочка и мамочка, я люблю вас одинаково. И разрешите себе любить своих родителей одинаково. И разрешите себе, чтобы ваши родители любили вас одинаково». Вот вы схлопываете, в принципе, биполярное расстройство. Смотрим дальше вопрос. «Юля, что значит подружиться с собой? И как это сделать?» Благодарю. Ну, я не знаю, в контексте чего вопрос задан, но глобально принять свою неидеальность. Когда вы начинаете любить себя такими, какие вы есть, когда вы прекращаете заниматься программой самоуничтожения, самокритики и безумного персекционизма к самим себе. Просто примите свою неидеальность. Ну, у меня там, не знаю, что там. Ну, короче, у меня тут заусенец, понимаете? Я себя люблю даже с этим заусенцем, понимаете? Тут волос торчит, я себя такое люблю. Это базовая история с внутренним спокойствием и разрешением себе быть неидеальным. Смотрите, самая глобальная проблема в нашей жизни – это проблема самоуничтожения. Программы самоуничтожения. Потому что все, что есть в нашей жизни, мы притягиваем сами. И все вот эти неприятные события мы тоже притягиваем. Почему мы их притягиваем? Потому что мы хотим себя за что-то наказать. А наказать мы себя хотим, потому что у нас есть колоссальное чувство вины. А колоссальное чувство вины у нас идет, когда я что-то сделаю не так в этой жизни. Ну, потому что родители говорили, ну, ты такой очень неприятный. У меня там из детства колоссальное чувство вины. Если я виновата, я хочу себя наказать. Тогда я всю жизнь притягиваю себе всякую хирю или берду. Да, такая же есть история в религиозных эгрегорах. Нам часто боги говорят, мы пришли сюда искупить грехи. Какие нахрен грехи? Ну, знаете, простите себе все грехи, перестаньте тащить на себе чувство вины. Потому что чем больше у вас чувства вины, тем больше вы сами себя наказываете. Третья история. Откуда у нас это? Из родовой кармической системы. То есть вот здесь важно, чтобы уйти из программы самоуничтожения, отпустить всю вину. Кстати, на шоу в Крокусе, у кого можно поучиться работать с чакрами. Я хороший учитель. Смотрите, с точки зрения чакр, у меня есть чакра в марафоне, его можно приобрести в записи, либо в январе будет следующий поток. Но вообще в записи у меня 3 этих марафонов, вы можете любой приобрести. Я на самом деле очень сильно в чакрах, я много лет вела энергетические практики. У меня звонят телефоны. То есть если мы говорим про чакры, я являюсь специалистом космоэнергетики, я обучалась на космоэнергетику, у меня каналы энергетические встроены. Просто я сейчас тотально ушла в расстановки, но в расстановках я всегда использую тему с чакрами. У меня есть чакровый марафон, такой достаточно глубокий, я там про каждую чакру говорю. Вы либо в записи можете приобрести, либо на январе записаться. В записи там тоже очень всё подробно, очень всё чётко, я вам очень рекомендую. Что-то по чувству вины в крокусе, да, у нас чувство вины в крокусе будет очень чётко прорабатываться. И мы будем работать с программой самоуничтожения. Да, то есть там прям даже я буду сама себя убивать, то есть пройдёт мой двойник, в лоб мне стрельнет, и мы там прям с вами проработаем тему самоуничтожения. Понятно? Как выйти в самореализацию? Вот просто осознать, что вы родились на этой планете ради того, чтобы передать свою энергию, понимаете? Поэтому не работая, не выходя в самореализацию, вы в принципе не выполняете задачу Бога. Понятно, да? Так, едем дальше. Господи. Можно ли перевоспитать мальчика в подростковом возрасте? Вообще никогда никого не надо перевоспитать, кроме себя. Нефиг воспитывать детей, дети всё равно повторят вашу историю. Поэтому не надо никого перевоспитывать. Пожалуйста, знаете, я так не могу... Сыночек, открой дверь, пожалуйста. Макар! Вот здесь важно понимать, что... Вот, например, Макар у меня вот сейчас сидит в соседней комнате, слушает аудиокниги. Папа его ругается, говорит, а что он это не читает? А потому что... Потому что мама всё время слушает аудиокниги. Поэтому он слушает аудиокниги. И папа слушает аудиокниги. И папа слушает аудиокниги. Иди, вот Макар что-то пришёл. Иди, расскажи, какие аудиокниги слушают. Он нам может рассказать. Вот сейчас мы с вами сидим, а у него там в соседней комнате эти аудиокниги зажигают. Вот Макар сейчас выйдет и расскажет вам. Всем привет. Я вот немного... Не очень выгляжу, конечно, ну ладно. ты прекрасно выглядишь какие-то аудиокниги слушаешь фондорина так вот его бесполезно заставлять спасибо спасибо что слушаю можно я буду тут вместо мамы а мама будет вместо меня работать дозы делать дозы делать не хочу делать в общем я к чему потому что вы можете бесконечно пытаться там перевоспитать кого-то но ребенок все равно повторит вас я могу бесконечно заставлять макара читать бумажные книги но если его папа и мама слушает аудио он будет слушать аудио и слава богу и папа и мама слушает постоянно книги но это у меня иногда перекос с этими аудиокнигами но вот даже сейчас я вам просто констатирую факт вот он сидит в соседней комнате делает домашнее задание математику а у него фоном играет книжка акунина фондорин понимаете 11 лет ребенку почему потому что я готовлю еду у меня идет аудиокнига понимаете да чем я говорю поэтому бесполезно воспитывать детей они все равно будут такими же как и вы поэтому это не перевоспитание это просто повторение сценария вы повторяете сценарий ваших родителей ваши дети повторяют ваш сценарий и здесь вот бесполезно я говорю и мы с массом сидим позавчера была у нас с макарными моим бывшим мужем и он говорит как заставить макар читатель груды ты его не заставили читать бумажные книги себя заставил читать бумажные книги то есть мы понимаем что пока у шестом классе нам конечно но мы будем помешанные на ну happy Yoga вместе помещены на книгах и оба все время в аудио в аудио в аудио там за рулем еду на аудио книга понимаете этом перед сном аудиокнига там году готовлю аудиокнига понятно что ребенок сидитана так adora в аудиоформате слушать. Я понятно, да, объясняю? Поэтому бесполезно, бесполезно. Нельзя заставить ребенка заниматься спортом, если вы не занимаетесь. Макар у нас ходит, каждый день он на спорте. Он на спорте каждый день, потому что мамка на спорте каждый день, понимаете? Поэтому не надо никого перевоспитывать. Покажите своим примером, потому что ваши идеи состоят из ваших нейронов. Юля, посоветуйте, пожалуйста, классные книги для саморазвития. Книга про деньги, книга про секс, книга про родителей от Юлии Хадарцевой. Ну вот, я же «Странсорфинг» переслушала, например, полностью. Мне очень нравится книга «Выбор» про Холокост. Мне очень нравится «Крайон» все книги. Ну, из того, что я сейчас. Потом мне, что мне еще нравится? Очень я люблю книгу «2150 год». Давайте, знаете, что у меня она есть в офлайн, в печатном варианте. Вот смотрите, давайте сегодня все, кто этим эфиром поделится, все, кто сегодня поделится этим эфиром, я вам вышлю книгу «2150 год». Ее нет в продаже. Эта книга очень крутая про новый уровень, про 2150 год. Короче, всем, кто поделится этим эфиром, у себя в сторисах, мы вышли книжку «2150 год». Купила все наши книги. Я не могу сосредоточиться на аудиокнигах. Ну вот, тебе повезло. Юля, посоветуй тебе. Так, это я сказала. Благодарю. Купила все ваши книги. Так, поехали дальше. Какое-то здесь непонятное… Хороший вопрос сейчас. Юля, подскажите, пожалуйста, почему дома горит электрика? Где копать? В теме мамы или… Я так вам скажу. У меня тоже очень часто такое дома случается, но у меня, знаете, они, вот, взрывают все эти лампочки. У меня вот… Это уже какой раз. Бывает, включаешь свет, а он так делает, пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим, моргает. А бывает, включаешь нормально. Это ваша энергетика. Понимаете? Это ваша энергетика. Поэтому работаем с энергией. Так, я слушала и кайфовая книга. Так, к чему мы сейчас идем? Вау, Хадарцева. Какой-то раз у меня написал. Господи. Едем дальше. Ого. Ну, вы, конечно, без секса не можете. Кто про секс? Прошлый мой эфир, мы много говорили про секс. Привет. Муж постоянно просит меня. Это нормально? Но я бы здесь так спросила, спросила, а он вам куни-лингус постоянно делает? Сколько куни-лингуса, столько минут. На самом деле, кстати, мужчина, пока вы здесь на эфире, вот Расулу и все остальные, вообще это нормально, чтобы женщина кончала больше мужчины. В норме женщина кончает больше мужчины. Почему? Потому что есть такое понятие, которое называется трансмутация сексуальной энергии. Женщине кончать много надо, а мужчине нужно эту энергию семени трансмутировать в успех и благополучие. Я даже вам, знаете, так сказала, у вас моя бывшая тренер, поэтому она и бывшая, что ли, Расул. Вообще есть такая теория, где мужчине нужно семя держать, держать, держать и долго не кончать. Чем дольше мужчина не кончает, тем больше денег в семье. Но это значит, знаете, такое состояние, когда мужчины все время ходят возбужденные. Коспермозоиды все время бегут, 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 а он им светит. А мы бежим, 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 а он горит. Как ее вернуть? О, Господи, да, пожалуйста, приходите на расстановки, мы все сделаем. Ну, как минимум, как ее вернуть, надо бежать. 10 миллиардов сперматозоидов ради нее действуют. Цветы подарите на свидание, свозите, предложение о замужестве сделайте. Пожалуйста. Разве я не писала первый про чемоданг? В смысле, вышли? Это разве честно авторское право рассылать чужие книги? Честно, представляешь? А ты кто? На самом деле, эта книга не продается. Нейрохьюман, давай я тебе отвечу, милая. Ее нет в доступе, она не продается, и я действительно ее отправляю, да. Ее нет в доступе нигде, ее невозможно купить у нас. А если мастурбирую часто, итог, да. Даже только без насилия, давайте. Ну, тоже часто не 10 раз в день, а там, ну, 3-4 раза в неделю. У меня есть, кстати, еще на самом деле у меня есть бесплатные подкасты, можно их, как бы, слушать. Мне так нравится, вот люди приходят, такие оценки свои кидают и прочее, прочее. Расстановка чего? Расстановка ваших с ней отношений. Запишите 16 сентября расстановки в Масле, 9 числа расстановки в Ростове-на-Дону. Ну, кстати, можно будет приобрести запись, ну, не запись, а прямую трансляцию расстановок в Ростове-на-Дону. Ну, и 28-го, конечно же, я вас всех жду в Кроку, Сити-Холле на своем расстановочном шоу. Не забудьте, пожалуйста, написать, чтобы все в него приходили. Вот, на расстановочное шоу. Давайте вам что-нибудь подарю. Давайте сегодня все, кто сториз выложит, что идет на расстановочное шоу, что все друзья идут и вы идете, мы подарим вебинар «Дети нового тысячелетия» в подарок. Для тех, кто напишет «Я иду, мои друзья идут», мы подарим вебинар «Дети нового тысячелетия» в подарок. Понятно? У вас был спрятак, сколько часов шоу будет идти? Смотрите, шоу будет идти 3 часа, плюс 1 час, четвертый, будет петь Алексей Воробьев целый концерт. То есть 3 часа расстановочного шоу «Четкая терапия», и потом 1 час будет идти концерт Алексея Воробьева. Аборт влияет на мужчину? Да, влияет. По сути, аборт – это мертвый ребенок между мужчиной и женщиной. После аборта очень тяжело сохранить здоровые гармоничные отношения. Почему? Потому что между мужчиной и женщиной появляется труп, особенно если вы это исключаете. При том, когда между мужчиной и женщиной есть ребенок, даже если он мертвый, этот мужчина попадает в систему. Расстановочная система – это про белые пятна системы. Все абортированные мертвые дети – это белые пятна системы, и они все время лезут вверх. Поэтому важно принимать всех своих нерожденных детей абортированных, и важно принимать тех мужчин или женщин, с которыми были утеряны дети. Потому что это очень серьезно влияет на всю систему. Вы, когда приходите на расстановке, мы, по сути, первично начинаем этих детей доставать. Почему складываются сложные отношения с мамой? С дочкой сейчас стараются делать все наоборот, как бы не ошибиться. Не надо ничего стараться делать наоборот от мамы, надо маму принимать такую, какая она есть. А Дубцова и Серябкина они будут петь? Будут, конечно. Но у нас есть четыре песни в рамках шоу, они терапевтические. На первом этапе мы будем делать «Обнулять балансы с бывшими». Мы там будем делать большое упражнение расстановочное на обнуление балансов с бывшими. Там Олечка Серябкина споет песню «Бывшие». В середине у нас будет большая кармическая история. Там Алексей Воробьев споет песню «Будь, пожалуйста, послабее». Я сыграю на пианино. Потом у нас будет песня «Ирочка Дубцова споет песню «Люби меня сильно-сильно». И в финале мы споем песню с Алексеем, которая у нас новую песню, которую мы терапевтическую написали. «Полюби себя». Вот эти четыре песни будут в рамках шоу. А потом еще час концерта с Алексеем Воробьевым. Понятно? А если ребенок умер в годик, то тогда приходит жизнь родителей и детей. Ну, надо трансформировать, да, но ребенок умер в годик. Приходите на расстановки, там такая тема глубокая. Надо, конечно, там отпускать, вытаскивать из себя Бога, увидеть, что это Бог распоряжается судьбами. Потерять ребенка в таком раннем возрасте, это, конечно, тяжело. Вообще тяжелая тема, когда родители теряют детей. То есть это неправильно. Гармоничнее, конечно, когда родители первые уходят, а потом дети уходят, да. То есть с точки зрения колеса сансары, норма сначала родителей, потом дети. Конечно, когда детей теряют родители, это достаточно серьезная травма, и с ней, конечно, нужно обязательно работать. Но глобально для того, чтобы это проработать, осознайте просто, что вы не Бог. Только Бог влияет на судьбу людей. И здесь важно, вот если умер ребенок, вынуть свою вину. Вы не можете быть в этом виноваты. Это очень важно понимать. Вы не можете в этом быть виноватым. Как повысить самооценку, с чем работать? С принятием родителей. Когда у вас самый лучший папа и самая лучшая мама, вы по-любому считаете себя самыми лучшими. А если вы считаете, что у вас папа не очень, мама не очень, вы не очень к себе относитесь, понимаете, да. Три месяца не проходит кашля, никогда такого не было. Что в горле застряло? Что с вишутхой? Что с пятой чакрой? Юля, у вас есть курс по расстановкам? Я обучаю расстановкам. Я обучаю расстановкам, на ноябре нет места. У нас есть на ВИП расстановке еще три места на обучение. Я обучаю расстановкам, я даю диплом государственного образца и свой сертификат. Ко мне можно на расстановке записаться. Осталось три или четыре места. Чувствую вину из-за аборта. Важно принять. Послушайте меня тем, кто чувствует вину из-за аборта. Во-первых, дать место в сердце этому ребенку. Во-вторых, дать место в системе этому партнеру, от которого есть аборт. В-третьих, осознать, что все в Божьих руках. Это Бог так решил. И отдать ответственность Богу. Прекратить, прекратить держать на себе за эту ответственность. И отпустить этого ребенка. Ну и в церковь сходить или к Аллаху поставить за упокой свечку. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сын заикается, 14 лет. Что мать, 14 лет или отец? Что мать или отец не высказали? Кто заикается, здесь есть блок на пятой чакре. С точки зрения расстановок, почему еще может быть заикание? Или, вы знаете, вот эти кольца Венеры. Вот у меня даже немножко они еще есть. Кольца Венеры или заикание, скорее всего, в кармической системе было отрезание головы. Вот у меня раза четыре, то, что я знаю, отрубали голову. Видите, я от этих кольца Венеры, ну, я уже работаю, мне намного стало лучше. Если вы посмотрите мои предыдущие записи, вы увидите, что там у меня вообще жесть. Ну, то есть вот эти вот косметологические истории. Какая красота помогает в косметологии? Как минимум, проработать свои кармические воплощения, где вам отрубали голову или было повешение. Вот заикание сюда же. Вот, то есть там есть история, где, ну, либо есть история, где сказал и за это убили. Боюсь говорить. То есть в карме, скорее всего, есть история, где я что-то сказал и меня за это убили. Хочу к вам на индивидуальную расстановку. Сколько ждать? Сейчас долго, потому что перед курокусом, по-моему, сейчас не записывают. Напишите, девчонка. Сейчас, по-моему, у меня просто нет места. Я же в среду уезжаю в Ростов. У меня в Ростове расстановки. Потом я возвращаюсь 16-го, расстановки в Москве. Потом расстановки в Москве, потом 28-го, Крокус. Как убрать кольца на шее? На расстановке приходите. 9-го в Ростове можно взять трансляцию. 16-го в Москве. 28-го в Крокусе. Понятно? Сейчас я хочу вопрос. Вот про Крокус, кстати, говорят. Хочу всей семьёй, но мы не москвичи. Да возьмите билеты, люди. У меня люди из Америки летят. Возьмите всей семьёй билеты. Сделайте себе такой подарок. Вы просто не представляете. Знаете, вот я сегодня говорила на интервью. Ну, просто, чтобы вы понимали, эта штука, она себя не окупает. Ну, то есть в Крокусе денег затрачено в разы больше, чем стоимость билетов. Ну, просто в разы. Ну, давайте, честно, зайдите, посмотрите, сколько стоит билет на концерт одного из певцов. То есть вы получаете трёх певцов. Это просто и колоссальное расстановочное шоу. Вы просто поймите, вы ко мне на заместителей приходите, это 15 тысяч стоит. А билет в Крокус стоит 3 тысячи. 3 тысячи рублей. Причём у вас там есть промокод родителей для ваших родителей. 30% скидка. То есть 200, по сути, вы можете купить билет для своих родителей. Любимый, ну, давайте честно. У меня заместительство стоит 15 тысяч. Давайте честно. 2 тысячи 100 рублей. 2 тысячи 100 рублей. Вон, человек из Екатеринбурга летит с сыном. Ну, давайте не придумывать. Я реально сделала максимально доступную цену. Максимально доступную цену. Расскажите немножко про точку сборки. Точка сборки – это энергетическая структура. У нас есть 7 чакр. И то, на какой чакре вы выберируете. Вот смотрите, вот сейчас я на какой буду чакре выберу. Смотрите, сейчас точку сборки опускаю на вторую чакру. Здравствуйте, мои любимые. Рада вас приветствовать на своём эфире. Точка сборки пошла на уровень наслаждения. А теперь вот мы её поднимем на 4, на любовь. Смотрите, сейчас я точку сборки на 4 поднимаю. Мои вы хорошие. Плюс перелёт и проживание. Ну, смотри, моя дорогая, мы можем… Там у нас есть чат для тех, кто купил билеты в Крокус. Мы вам помогаем найти отель. Мы вам можем помочь найти отель. Рядом с Крокусом там отели вообще недорогие. Ну, и знаете, ну, реально оно того стоит. Я вам так скажу. Ваша жизнь реально поделится на до и после. Крокус, шоу, называется Вселенной Любви. Вы реально сделаете квантовый скачок на уровень энергии любви. Сейчас почувствовали? Это четвёртая чакра, понимаете? А сейчас вот мы поднимемся на уровень сахасрары. Вот просто… И вы умеете управлять точкой сборки, понимаете? Точку сборки я очень хорошо рассказываю в октябре… Ой, в ноябре, не помню хоть когда. То ли в октябре, то ли в ноябре у меня будет магический мастер-майнд однодневный в Москве. Я очень рекомендую на него приехать. Это категорически необычная история. Если вы терапевт, я прям очень рекомендую. Я там прям много даю терапевтических историй. Как работать с точкой сборки, как работать с ситхами, с деревом сифирот, как управлять группой, как быть в своём состоянии, как управлять точкой сборки, как управлять энергией. Что такое магия? Мастер-майнд магия называется. Прям очень рекомендую, пожалуйста. Приезжайте, по-моему, в ноябре или в октябре. Я точно не помню. А, вот пишут девочки. Лили, спасибо, милая. 28 ноября. 28 ноября у меня будет магический мастер-майнд. Давайте так, кто сегодня на эфире, это не скоро будет, давайте я вам так скажу, кто сегодня до конца дня приобретёт магический мастер-майнд, давайте подарим марафон Лилит в подарок. Марафон Лилит, он тоже магический. Вот приобретайте сегодня магический мастер-майнд, получайте марафон Лилит в подарок. Юль, не указана цена на билеты в Крокус? Где она не указана? Как узнать? Заходите на сайт Крокуса, покупаете. Там в зависимости от места есть цены. Промокод родителей дает вам скидку для ваших родителей 30%. Родители вводите как промокод. 30% на родителей получаете. Цены от 3 тысяч до 100. Но за 100 тысяч уже билетов нет, уже все выкупили. Цены начинаются от 3 тысяч. Не будет никаких противоречий для ребенка. Не будет. Зовите. Бабушек зовите. Мам зовите. Дедушек зовите. Братьев, сестер. Приходите всей семьей. Своим кланом. Бабушкам понравится. Вы понимаете, что я буду делать такое упражнение. Вы будете все вставать, класть руки друг к другу. И мы будем благословлять от всего рода. Весь Крокус станет силой рода. Всех берите. Всю семью берите. Знаете, Крокус нацелен на то, чтобы сплотить всю семью. Крокус нацелен на то, чтобы произошли качественные изменения в вашей конкретной человеческой жизни. Мы будем работать на всех шести слоях. Мы будем работать очень глубоко. Если ваша бабушка придет, присылайте ее фотографии тоже. Она себя увидит на сцене Крокуса обязательно. Ну и фотографии бабушки вашей бабушки. Мамы вашей бабушки. Расскажите про амулет Лилит, который вы привезете в Ростов. А мы привезем. Команда моя молодцы. Лилит – это энергия пятнадцатого аркана, энергия большой игры, большой силы. Люди, которые имеют большие деньги, большие возможности, они играют по-крупному. Это энергия Лилит. И, пожалуйста, приходите на марафон расстановочный Лилит. Для тех, кто сегодня приобретет магический мастер-майн. Мы будем тоже говорить про дерево сельфрота, про пятнадцатый аркан конкретно. Это одна из ситх, которая дает возможность выходить с третьей чакры на четвертую. На магическом мастер-майнте мы будем говорить про касты магов. Там первая каста, например, работники, вторая – торговцы, третья – воины, четвертая – каста магов. И там уже идут экстрасенсы, алхимики и прочее, прочее. Поэтому приходите. Точками сборки можно привлекать деньги по-женски? Я вам так объясню. Когда вы хотите научиться точке сборки ради того, чтобы привлекать деньги, это использование магических способностей. А это ни к чему хорошему не приведет. Вот точка сборки на четверке, когда вы хотите, вы никогда в жизни выше тройки не подниметесь. Смотрите, вы хотите точкой сборки начать удовлетворять меркантильные особенности. Точка сборки в меркантильности выше трешки не поднимется. А четверка – это та часть, где вы умеете выполнять желание. Вот отсюда, из четвертой чакры, только тогда вы можете исполнять желание. Понятно? Поэтому привлечь деньги из точки сборки вам будет очень сложно, потому что вы торчите на трешке. А привлечь деньги можно только из четверки. А из четверки вы можете привлечь деньги только тогда, когда вы находитесь в состоянии, когда вам деньги не нужны. Понятно говорю, да? Я после первого развода оставила фамилию мужа. До сих пор на ней нахожусь. После вас приняла решение сменить на девичью. Молодец. На папину. Не надо на девичью, а на папину. Незабываемый твой горловой – это просто пипец. Чё, чё, чё? Короче, молодой человек что-то пишет, но я думаю, что это от всех моих мужчин, с которыми у меня было горловой. Благодарю. Тоже интересует тема худобы. У меня есть расстановочный марафон «Называйте тело к лету». Мы там об этом говорили. Не отвечайте. Ассалам алейкум. Рахмат буракам. Так, ничего не понимаю, ребяточки. Я ещё не выучила этот ваш язык, извините. Что-то я не понимаю. Это какой-то вопрос странный. Можно ли самой себе стричь волосы? Ну, теоретически можно. Практически я не поняла, как это должно выглядеть. Юлечка, мама погибла, когда мне было пять лет. Почему я не помню её вообще? Почему память не хочет эти воспоминания? Ну, смотрите, вот я вам так скажу. У меня в детстве было насилие и абьюз сексуальный. Я это вспомнила в 39 лет. Причём я это вспомнила в 39 лет, когда я уже больше 10 лет проработала терапевтом. Объясню с точки зрения психологии. Наша память, она бережёт нашу психику. То есть это как анафилактический шок. То есть ваша память, сложные ситуации жизни, которые на грани жизни и смерти, она стирает, чтобы вы могли выжить. Настанет время, вы всё вспомните. Это нормально. То есть смотрите, я вспомнила о своих абьюзивных историях из детства, только в 39 лет уже, когда отработала психотерапевт. Когда моя психика стала готова, чтобы выдержать. То есть не перегружайте. Ваша психика, когда будет готова, обязательно всё вспомните. Юлия Аксеробековна, я не победила соперницу, хотя бывший не нужен, страдаю. Задача осознать, что эта женщина вам близкий человек. Задача прекратить конкурировать с женщинами. Задача осознать, что когда женщина на этой планете встанет за женщину, когда мы начнём ценить друг друга и уважать, когда мы будем мужчине, у которого есть жена, говорить, я не буду с тобой встречаться, потому что я не хочу твоей жене делать больно, тогда что-то поменяется. Пока вы конкурируете с женщинами, ничего в этом мире не поменяется. А когда вы научитесь первично уважать другую женщину, делать всё, чтобы не сделать ей больно, тогда наш мир пройдёт в колоссальную любовь. Поэтому, милые мои, кто в любовных треугольниках, кто в любовницах, сегодня партнёр придёт ваш, а вы ему скажите, я не буду с тобой, потому что я не хочу той женщине делать больно, потому что с сегодняшнего дня я на её стороне. Возьмите сегодня, отправьте своим свекровям цветы, скажите, благодарю вас за сына. Возьмите сегодня, отправьте первым жёнам цветы, скажите, благодарю вас, ведь ты с ним прожила. Вы поймите, эти первые жены, я, кстати, первая жена. Я прожила 11 лет со своим бывшим мужем, который, когда мы только начинали встречаться, он и пил, и курил, и агрессировал. Понимаете? Когда вы начнёте ценить и уважать других женщин, что-то поменяется на этой планете. А пока вы с женщиной, с женщиной пребываете в этой безумной войне и борьбе, ничего не поменяется. Вот и всё. Она у меня увела. Так и отправь ей цветы и скажи, благодарю тебя, что освободила место. Фамилию поменяй. И отпусти. И знаете, какой вопрос? Ирин, знаешь, вот иногда хочется мужчине сказать, это вот с другой колокольни, с одной колокольни я вам сказала, с другой колокольни. Ну вот я это вижу. Если ты выбираешь, может, мной и кем-то, выбирай лучше её. Потому что тот, кто меня истинно выбирает, у него даже мысли не возникнет смотреть на другую женщину. А если ваш мужчина смотрит на другую женщину, зачем вы рядом с ним? Отпустите. Ради Бога. Причём отпустите и пожелайте ему счастья. Это ваш близкий человек. Если он рядом с вами несчастен, зачем вы его держите? Дайте человеку быть счастливым. Уважайте этого мужчину, уважайте его выбор. Дайте этому человеку быть счастливым. Зачем насиловать его? Вы же его любите. И благословите их на счастливую, здоровую судьбу. Понимаете? А я вам больше скажу. Вот я являюсь женой бывшей. У меня есть бывший муж. И я знаю, что он будет счастлив только тогда, когда я его благословлю туда. Когда я реально пожелаю счастья. Потому что в расстановочной системе, кто первый пришёл в систему, тот главней. Я вас очень прошу, если вы являетесь бывшей, первой женой, благословите своего бывшего партнёра на новые здоровые отношения. Потому что вы сможете выстроить свои здоровые отношения только тогда, когда там выстроят. Понимаете, да, о чём я говорю? Потому что мандаринки с апельсинками не спят. И честно, я чётко знаю, когда мой бывший муж Максим реально будет там счастлив, тогда и я спокойнее выстрою. А пока я вот в этом состоянии гавканья с ним, у меня не завершёнка. Я не могу выйти в свои здоровые новые отношения. Понимаете? А знаете, что идеально? Идеально, когда мой бывший муж со своей новой девушкой придёт ко мне в Крокус, со своей бывшей свекровью, сядет на первый ряд. Понимаете? И она, и он будут уважать меня и ценить. И так же я, когда у них будет свадьба, приду к ним на свадьбу, сделаю им классный подарок. И благословлю их на счастливую судьбу, потому что я здесь первичная. Понимаете? И когда я буду выходить замуж, на мою свадьбу приду первая жена моего мужа и благословит меня. И я, знаете, отправлю ей цветы и скажу, я благодарю тебя, ведь ты с ним прожила сколько-то там лет. И я знаю, что он сегодня такой, потому что ты. И это и по отношению к свекрови. А вы, блин, воюете со свекровями, с первыми жёнами, с этими детьми от первых браков. Вам самим не надоело жить в войне? Я ещё раз говорю, когда женщина начнёт уважать женщину, что-то поменяется. Домашнее задание. Свекрови отправить цветы, первой жене отправить цветы. Я надеюсь, сейчас новая девушка моего бывшего мужа смотрит и пришлёт мне цветы. Свекрови отправить цветы, первой жене отправить цветы. И, может быть, новой жене тоже благословить их на счастливый брак. Понятно я говорю? Я понятно объяснила? Девочки, пожалуйста, тут важно, важно это начать слышать. Начать слышать. Ну и кому это важно, отправиться своим подругам и всем остальным. Итак, Юль, подскажите, пожалуйста, ребёнку 4 годика, постоянно сопли и кашляли. В чём моя проблема? У меня у Макара всё время был бронхит, пока мы с Максом не развелись. Между мамой и папой конфликт. Когда ребёнок кашляет, это конфликт между родителями. Боясь замужества. В чём проблема? Скорее всего, видела, как мама с папой несчастны. В родовой системе есть неудачные браки, в кармической системе есть неудачные браки. Распождествиться со всеми этими слоями и признать, что сейчас уже можно иметь счастливые, здоровые, гармоничные отношения. Ну что, любимые, я надеюсь, вам был полезен мой эфир сегодня. Сегодня было много про уважение к женщинам. Пожалуйста, поделитесь этим эфиром. Я сегодня что-то понадарила вам. Я вам однозначно всех жду в Крокусе. Для тех, кто говорит, что я иду в Крокус, и мои друзья идут, я подарила вебинар Дети Нового Тысячелетия, по-моему. Для тех, кто сегодня делится эфиром, я тоже что-то подарила. И ещё что-то я подарила. С меня много что подарила. Поэтому всех люблю. Подарков раздала. Поделитесь со всеми эфиром. Пожалуйста, все купите билеты в Крокус. И напишите вам, что вы идёте в Крокус. И с собой берёте всех. В общем, очень вас люблю, благодарю и обнимаю. Ваша невероятная, классная Юлия Ходорцева. Передаю вам много любви. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...